Всем привет пупсики мои. Понедельник день нормальный. Кашка нам пришла. Две коробки каши детской. Ну а я что? Тем временем пришел домой. Время 17.17. Сейчас начну чистить картошку. Почищу картошку. И что-нибудь приготовлю. Ну и заодно с вами поговорю. Чтоб скучно мне не было. Правильно? Правильно. Вот так вот. Пока дома один. Сейчас бабушка Софу приведет. То да сё. И будем сидеть. Потом все с тренировки придут. Кто-то с тренировки, кто со школы. Я уже ополоснулся. Все ништяк. Пришел. Полнулся. Только не побрился. Вот так вот. Побриться не могу никак. Софины макароны. Лежат. Надо их выкинуть. Что-то они залежались. Заветрились по ходу дела что ли. На это время чищу картошку. Готовить буду не знаю что. Есть у меня мясо. Ой. Есть у меня вот так вот. Миску. Вот столько. Вот. Все. Мои пришли. Надо идти встречать. Миска есть. Разделю, поделю. В казанке. А может кастрюльки. Еще не решил. Пойду встречу. Картошечки чуть-чуть. Миска. Сосиски. Будем делать вот такой шулем. Уже делал. Хоп. Это у нас на поджарку. Тем временем. Лук обжаривается. Все нормально. Все путем. И все. Ничего особенного. Так что вот так вот. Сидит мама и зевает. Привет тебе посмотришь. Сидит на носке терет. Все готовлю. Разговариваю. Супер сделаю по новой технологии. Короче. Закинул сразу к луку. И сосиски. И мясо. И морковку. И. Ну что я. Ну. Будем делать все вместе. А потом вот столько картошечки. Картошки мало. Потому что это. Здесь. Макароны присутствуют. Смесь для супа с макаронами и фрикадельками. Фрикаделек нет. И делать надо. У нас есть как бы. И все. Решил взорвать. Одну бутылочку пивка. Просто. После работы. Выпить бутылку и все. Не больше. Вот так вот. Все поджарилось. Вот. Не знаю зачем. Я делаю в казане. Я думаю, что места мало опять будет. Все нормально. Главное. Главное, зовут мне что-то мама там. Еще туда положу пару ложек. Небольших. Чайных. Тамарной пасты. Ну. Вот сюда вот. Зажарать все надо. Нормально готово. Вот так вот. Мясочек. Томатная паста, то все. Добавил водички чуть-чуть ее. Теперь солим. Вот так, немного. Солим. Потом. Картофель. Высыпаем. Высыпаем наш суп. Вот так вот. Вот так вот. Заливаем водой до талого. И все. Поварится полчаса и он готов. Все. Ничего сложного. Все. Просто берем вот так. Заливаем водой. Перемешиваем его. И наш супчик готов. Жиденький. Но это кажется, что жиденький. Сейчас макароны там сбухнут. Вот эти макарошки превращаются, я не знаю, с большой палец. Реально. Все. Под крышкой на медленном огне. На камень. Полчаса. Мама ушла. Остались мы с Софой вдвоем. Иду и трюсешки одену. Трусешки. Трусешки на штанешки. Все. Погода, конечно, так себе. Ни о чем. Быстрее, боже. Дождь тут был недавно. Девки как крутятся, если видно. Ничего, ну сколько оборотов делает. Мощный спортсмен. Супчик мой. Шмаляется, варится. Все готово. Сейчас будет солнечное. Все нормально. Не успокоится. Самое главное. Так что вот так. И все. Все хорошо, попсики. Не отчаивайтесь. Все будет нормально. Варим, парим, жарим. Садимся, едим. И все. Чайничек надо поставить, чтобы кипяченый был. И все. А то я все вылил сюда. Казанок. Вот так, ничего. Делал супчик, да? На вид. Сейчас он разварится. Разваренный. Вкусненький. Макарошки. Картошки много не добавлю. Туда вообще картошка не идет. Это я добавляю. Не знаю зачем. Так что короче все. Как-то вот так вот. Включимся. Скоро. Сейчас супец закипел. Уже. На медленном огоньке. Время уже 18.10. Супец закипел. Ништячок. Сейчас можно. Скоро будет употреблять. Садиться за стол и есть. Вот так вот. Снять его. Сижу, жду его на кухне. Когда сварится уже все. И все. Бежит. Одеваю на нее штаны. Она снимает их и без трусов бегает в платье. Я вообще не понимаю. А потом написит и где-нибудь подскользнется. Супчик варится. У меня есть вот так еще идея. Оба. И листик. Утонул. Что это? Это кусочек сыра туда добавим. Для вкуса. Все. Вон он. Бомбита. Какая вкуснотища. И сосиски. И мясо. Там вообще вкуснятина. Рожки вон еще какие. Вон уже какие становятся. Видите? Макарошки. Или кто? Рожки. А потом, когда он постоит. Вот такие были. Такое здоровое такое. Все. Я приговорил одну. Сейчас открою вторую. И на этом все. У меня их там больше половины. Вот он. Нормально у меня. Значит в субботу не стал сидеть. Не знаю. Анюта не разрешила. Говорит. Нет. Не надо. Не сиди. Я не стал сидеть. Вот после работы буду приходить. Пару бутылочек. И спать. Пару бутылочек. И спать. И все. Вон у нас Алисия идет. По телефону разговаривает с мамой. И говорит. Я по лужам не хожу. И идет по луже. Хотя можно обойти вдоль дома. Можно вообще эту лужу обойти. По сути. Она идет по ней. Сейчас свернула. Приходит и говорит. У меня ноги мокрые. Я со школы шла. Конечно они у тебя мокрые были. Если ты специально по лужам ходишь. Как они у тебя не будут. Что с сыром стало. Смотрите. Сейчас растворится. Даст свой вкус. У гурман. Короче вот так вот. Ваше здоровье. Пупсики мои. Сяду всех. Накормлю. И. Чего не пойду смотреть. Доблог вам сделаю. Такой короткий. Долго не буду снимать. Не буду долго разговаривать. Чтобы не ждать там до утра. Пока загрузится. А сегодня можно пораньше спать ложиться. И все. Вот так вот. Так что давайте. Ну. Готовьте супчик. Это самое быстрое в принципе суп. Остальное что-то надо стоять. У плиты стоят. Мне бы еще вафельницу найти. Не вафельницу. Вот. Такую херню. Сейчас я покажу вам. Как вам? Или вафельница. Да. Вафель. Бельгийский. У нас где-то электронная есть. Чтоб сделать. Но я ее найти не могу. Так бы вот эти вот сделал. Готовое смешиваем. Все тут. Хоп-хоп-хоп. Как на ладони. И все. Ходящее. Смотрите прикол. Пьюсь бутылки. Да? Отламывается вот эта херня. О. Видели? Смотрите. Прикиньте. Его во рту ко мне. Я думаю, что вкололось. В губу вкололось вот эта. Это наверное из-за того, что я вилкой открыл. Как-то не так. Звоток отломалось. Ладно, хоть не проглотил. Сейчас бы в приемник поехал. Да, конечно. Нереально. Будьте аккуратны. Открывайте открывашкой. А не ложками, не вилками. Все. Супец готов. Вот он. Такой получился. Накрываем его. Он уже убавился. Как вы видите. Сейчас, секунду. Уже убавился. Как вы видите. Я наложил детям. Есть. Алисе. Как всегда. Чуть. Софья чуть-чуть. Хлебушка. Кириллу. Они так быстро не едят. Потому что горячее не любят. Он только с полу жар. Ну а я сейчас дохлебаю. Приду. Поем тоже. И все. Ушку Софьи надо еще. Так что все. Давайте, ребятки. Опа-на. Все. Я себе наложил. Кирилл у нас уже поел. Короче. Я пока с Анютой поговорил. И захожу. Говорю. Опа-на. Смотрите. Что если вам видно. Вы видите это? Снежище просто идет опять. Просто валит опять. Только почти весь растаял. И опять идет. Сегодня дождик днем. Пошел чуть-чуть. А сейчас еще и снег. Но это в натуре. Вообще. Куда это годится? Никуда. Все. Мы садимся есть. Приятного аппетита, ребятки. Софа сейчас пойдет к себе. Алиса чуть-чуть. Все. Хлебушек все есть у нас. Все. Приятного аппетита. Будем пробовать супчик. И все. Так что. Давайте. Потом будем прощаться. Как обычно по традиции. Так что сейчас включимся. Ну да. В округе прописан. Скажите пожалуйста. Сколько вам полных лет? 37. Большое спасибо за уточнение информации. Смотрите. На данном этапе вам доступен без залоговый заим, если у вас возможность получить максимальную сумму 100 тысяч рублей. Сумма свыше 100 тысяч рублей и 1 миллиона рублей, а у нас предоставляется только поздно урок автомобиля. Так как автомобиля нет, то вам доступен без залоговый заим, максимальным лимитом 100 тысяч. Можем с вами рассмотреть данную сумму. Преодненько есть цель, на который хотели бы эту сумму направить. Скажите пожалуйста. Сумма 100 тысяч рублей была бы для вас интересна? Да мне бы 1 миллион 200. Ну сумма до миллиона рублей у нас предоставляется только поздно урок автомобиля. То есть в вашем случае, в данном дизайне, это заставить бюджетно. Ага. А если автомобиль был бы у меня за 100 тысяч, и что, все равно бы мне миллион одобрили? Ну миллион. Если бы что было у вас? Если бы автомобиль был, допустим, десятка старая, с 95-го года. Ну данный автомобиль, да, по году выпуска не подходит. Отечественное автомобиль было рассматриваю только с 2016-го года. Надо иномарку, да? А иномарки с 2003-го. А, с 2003-го? Иномарки, да, с 2003-го года выпуска рассматриваю. А, отечественное автомобиль с 2016-го года. Понятно. А так, вам доступен беззалоговый займ. Здесь возможность получить сумму 100 тысяч рублей. В течение не за получатся. Оформление очень быстрое, простое. Без каких-либо справок. Для оформления где будет только два документа. Это пастор и номер МНН. Мы с вами составили заявку по данному займу, типу займа, сумму за тысячу рублей. Такая сумма была, по-интересной, как считаете. Вы хотите, чтобы я вам сказал свои данные паспорта сейчас? Нет, соответственно, этого не снимутся, потому что оформление осуществляется полностью дистанционно через мобильное приложение. То есть клиент, собственно, выполняет необходимую информацию, короткую анкету вносит их. И в течение нескольких минут решение по анкете уже в мобильном приложении будет готово. А какие проценты там? Процентная ставка, смотрите, устанавливается индивидуально после одобрения заявки. В среднем она составляет у нас от 0,48% в день на остаток основного долга. В среднем числяется на остаток долга менее 1%. А, каждый день идет процент, да? Да, все верно. Что касается одобрения, то у нас вероятность одобрения очень высокая, потому что в нашей компании лояльное отношение к кредитной истории нет и к финансовой нагрузке. То есть в большинстве случаев, если ранее в банках, допустим, отказывали, или в других организациях отказывали, у нас решение, как правило, принимает положительность. Я для вашего удобства могу вам после банка направить еще наше сообщение с ссылкой на установку мобильного приложения. Вы можете скачать, ознакомиться, все более подробно с условиями. Где, в Play Маркете я могу скачать или где? Можете скачать в Play Маркете, либо вот что, зависит от того, какое у вас телефоны. Мобильное приложение называется наше Carmani. Carmani? Carmani, да, все верно. Ладно, спасибо большое, до свидания. Все, да. Вам большое спасибо, вы зеленое время, хорошего вечера, до свидания. До свидания. Вот так вот, миллион двести не дают, дают, говорит, сто тысяч. Мне в миллион двести. Есть в восемь миллион двести. Нету? Плохо. Короче, ладно, все, поели мы. Пересолил я суп вообще просто. Я пересолил. Это крупная соль, я ее не понимаю. Я просто пересолил. Вот так вот, короче. Так что, ребятушки. Пупсики мои. Снежок идет. Вай, вай, вай. Зима началась. Только тает, только снег. Вон идет. В окошко залетает. Все, короче. Ну, мы съели, доели. Ну, не весь, конечно, но все равно. Так что, все, что, на этом будем прощаться. Вот так вот. Давайте. До свидания. Всем всего хорошего. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Как раз к ночи все выйдет. Давайте, пока. Обнял вас, пупсики мои. И ушел. До скорых встреч. То есть, до завтра. Завтра все равно что-нибудь запишем. Поговорим по то, по сё. Давайте. Пока. Люблю вас.